добрый день коллеги рад видеть столько заинтересованных специалистов как меня представил альфиада менеджер по развитию бизнеса компании тгт валерий представляю вашему вниманию епостер преимущество комплекса indica plt по определению профиля притока премистики скважин такое отступление многие из вас там знают компанию тгт вы наверно знаете что мы специализируемся на расширенном комплексе пг и именно спектральной шуме 3 магнитные импульсы дифферс копии ну и термо гидринамическом моделирование но мы также развиваем стандартный комплекс пг и для каждого модуля мы еще можно возможности усовершенствования разрабатываем и воплощаем лучшие идеи которые помогают раскрыть дополнительный потенциал из давно известных всем нам методов данной презентации я покажу вам комплекс indica plt которому компания тгт уделяет ничуть не меньше времени и внимания чем к нашим широко известным методом на данном слайде вы видите комплексы indica plt это как пустиловое оборудование представлено сверху так и внутри скважина сами модули аппаратура спускаемых скважин существует indica plt как в автономном варианте используется батарейный модуль и адаптер для программирования компоновки кабельном же варианте используется устилорегистратор так называемый indica мод варианты исполнения зависит технических возможностей заказчика например если используется скрипяковая проволока или до пользователя гэн как нет геофизического кабеля мы можем использовать автономный вариант но естественно более универсальным является использование компоновки версии записи в реальном времени представляет так мы видим на устье что происходит скважине и и еще плюс если случится там потеря связи с прибором например на проблема с кабелем геофическим или там электричество на устье прибор все равно будет писать во внутреннюю память данные мы не потеряем на слайде мы с вами видим набор стандартных модулей таких так и расширенных что упоминал шумомер дефектоскоп рычажный профилемер ну что же по поводу у совершенства стандартных модулей о которых я говорил вначале их можно разделить на два типа первый связан с совершенствованием спектральной шумометрии ведут ее высокой чувствительности выяснилось что стандартные датчики шумят особенно касается датчика гамма-картажа хоть российского хоть зарубежного зачастую приходится отключать негака из-за сильных физических возмущений что свою очередь сильно затрудняет привязку к разрезу приходится полагаться на другие методы там температуру локацию му которые не всегда обеспечивают высокую достоверность привязки к разрезу модуль indigo навигатор представлено здесь используются разработанные бесшумные датчики к и активные локации му в принципе во всех модулях мы использовали более совершенную и бесшумную электронику тут мы плавно переходим к усовершенствованиям второго типа которые относятся к конструктиву и совершенствование непосредственно функционала да вот если вы внимательно слушали в отличие от стандартных комплексов мы используем активный локатор муфт стандартных комплексов если опассивного катания у активного принцип действия похож на магнитный импульсный дефектоскоп он и посылает и записывает сигнал это дает определенное преимущество при работе с немагнитными материалами такими как легированные стали сплавы также при работе в горизонтальных скважинах доставка осуществляется на тракторе и гнк т тогда скорость нестабильно и в этом недостаточно высока далее так как компания тгт делает количественный анализ профиля притоков по данным высокоточной термометрии мы видим indigo 5 модуль где используются высокоточные датчики давления и температуры разрешающая способность которых 5 10 тысячных мегапаскаль и градусов цельсия соответственно что опять же очень критично при пг и в горизонтальных скважинах с малым отдельными притоками также мы видим модули механической расходиметрии и ст и про которые расскажу далее следующем слайде здесь представлена механическая аэрофендрия большого диаметра казалось бы что тут можно улучшать механическая аэрофендрия один из древнейших методов но с появлением горизонтальных скважин а это сравнительно недавно произошло стандартный датчик в большинстве случаев оказался бесполезен многие коллеги могут сразу возразить что в горизонтальных скважинах 1 датчиковые расходомеры едва ли могут использоваться эффективно там расстроены сечения и так далее ну мы с этим безусловно согласны но тем не менее с точки зрения качественного анализа улучшение ргд может принести свои плоды в нашем случае мы рассматриваем расходомеры индиго фбс по сравнению со стандартным расходомером вы увидите на слайде силу нужно наблюдать открытую конструкцию датчика что случаях с вязкими флюидами выигрышные так как пластиковые турбинки закрытого типа часто забиваются сама турбинка комплекса индиго имеют большее сечение и больший охват на слайде видно что у стандартного комплекса охват самого популярного в россии заканчивания диаметром 114 миллиметров равен 40 45 миллиметров что менее 50 процентов диаметр даст скважин у комплекса индиго охват 75 процентов также хотелось бы давить добавить что корзина обладает очень твердым исполнением и при этом специально подобранный материал флэш обеспечивает большую проходимость порядка 20 километров это позволяет прибору хорошо центрироваться независимо от способа доставки даже если центраторы например все связки не будут достаточно центрировать и прочее вот далее хотел бы сказать что мне достаточно недавно коммерциализировали данный модуль но собралась а уже достаточно большой профиль успешных случаев больше 50 по миру в особенности в длинных горизонтальных скважинах западной сибири которые эксплуатируют высоковязкие нефти порядка 50 сантиметров а также на шельфовых месторождениях проблемы с подготовкой закачиваемой воды она практически отсутствует закачивается ну и принципе добывается вода довольно грязная данных случаях конечно мы не претендуем на довольно точный количественный анализ достаточно хорошие данные с этого модуля можно получать также начале забыл отметить про конструктив модуля при прохождении например нкт когда при спуске в скважину конструкция модуля складывается вот эти лыжи прижимаются а сама турбинка прячется в кожух и открывается уже в актуационной колонии или хвостовике это очень сильно помогает нам забиванием датчика парафином на отложении чем-то подобным на нашей практике там может пару случаев где это не полностью забился датчика что-то на него на липло но это считаем большой успех по сравнению стандартным стандартными конструкциями трубин переходим далее еще пару слов про ст и за счет специальной конструкции работы электроники нам удалось повысить чувствительность также были сделаны большие усилия по количественному анализу и ст и что бывает важно опять же в однофазных горизонтальных скважинах либо в этом огнетательных и газовых для определения радиальных микроутечек датчик применяется в открытом исполнении на рисунке а а если стоит задача определения профиля притока и приемности однофазных горизонтальных скважин мы можем конфигурировать датчик такими накладками то есть и все придем к примеру самое что интересно здесь две скважины схожи по конструкции и у них одинаковые условия добычи то есть высокий газовый фактор небольшое количество притока жидкости и высоковязкая нефть скважины оборудованы секциями разделенными покерами и в каждой секции есть автономные устройства контроля притока а у кп так называемый вот сразу хотел бы сказать что пример доказывает что сложных горизонтальных скважинах требования к качеству всего комплекса методов должны быть достаточно строгие вот например сверху мы видим комплекс индиго снизу стандартный комплекс давайте пробежимся по всем методам слева данные rgb мы видим здесь отличную повторяем из замеров как на точках так и на протяжке на датчиках комплексы и совсем небольшую шумность отбиваются даже изменения внутреннего диаметра у кп здесь мы видим здесь а на нижней картинке ему сложно говорить о повторяемости есть лишь некоторые очертания кита вообще качественных вопрос хотя замеры выполнен на тех же скоростях и по уровню можно отметить что большой разбег на показания далее конструкция из данные гк здесь просто хочется отметить что на верхнем примере замер гк во время шуме 3 есть в принципе то есть в отличие от нижнего примера ну что конечно улучшила достоверность привязки так как я вот начали говорю что когда датчики гк сильно влияют на шуме 3 далее локатор муфт наверху мы видим что все кривые все всех замеров четко отбили и муфты и конструктива у кп внизу же мы видим пропуск муфт также ложные какие-то аномалии возможно ну и скорее всего связанные с не равномерной скоростью и рывками во время записи что гринзальных клажинах чуть ли не каждый день далее объемная благометрия вверху мы видим хорошие качества замеров скорее всего связанных на с хорошей центрации прибора мы видим что газ идет по верхней образующей то есть картинка логично стандартного комплекса видим что полосы которые говорят нам о залипании датчиков они не чувствуют совсем реальный состав стволе скважины далее данные ст и в диапазоне от 0 до 40 градусов видим хорошую повторяемость прибор хорошо повторяя друг другу и видим размах то есть состав скважинах один и тот же только у комплекса indigo 40 градусов у стандартного менее 10 градусов к низком качестве но низкой разрешенности стандартного комплекса ст и мышка пропадает прошу прощения далее термометрия термометрии вообще на картинке прямо четко видно что данный термометр комплекс indigo убивает характерные притоки из-за у кп и что подтвердается опасно шуме 3 и абсолютно мы ничего не наблюдаем на стандартном термометрии что он невысокого разрешения нам порядка по высотам градуса к тому же мы видим что дискретность очень низкая вот видите такие ступеньки внутри все это говорит нам о том что данный прибор может решить поставлен дачи перед ним может быть применен данных не что он увидит но детальности дать не может даже здесь по масштабу и здесь если одна десятка масштаба таких ступеней здесь почти целую градус ну прошу митрия рассказать не буду это отдельный отдельные презентации окно и такую таблицу вот мы собрали на основе тех многочисленных сравнений которые мы делали слева стандартный пилоти справа indigo пилоти зеленый цвет по нашему это хорошее качество оранжевый цвет удовлетворительная ну и красный на наш взгляд это критическое качество данного исследования представлена в рамках бронзальных скважин с лкп и высоким газовым фактором вот например ргд повторяемость от уступает плохое разрешение это критическое качество данный модуль может быть используем для таких скважин и термометрии разрешение низкая видны только основные аномалии как мы видели на предыдущем слайде не видно работу микропритоков нефти с аукопы в принципе все у нас есть еще время на вопросы я надеюсь может быть какие-то идеи по дальнейшему развитию стандартного комплекса я буду рад спасибо за внимание да спасибо валерий очень интересный доклад дорогие зрители если у вас есть вопросы вы можете написать в чат или поднять вопрос поднять руку и задать вопрос лично ждем от вас обратную связь может быть есть какие-то рекомендации или пожелания или вам что-то было непонятно так пока вопросов нет пока у нас участники думают квиз я не знаю если честно вот я вижу поступил первый вопрос не рассматривали вопрос применение высокочастотной влагометрии спрашивает азамат гайнидинов повторю еще раз да объемный влагомер мы используем да это модуль не наш мы не разрабатывали его сами потому что на рынке подобрали нашей точки зрения лучший лучшего производителя который нас устроил по всем характеристикам там и по шумности электроники да и по качеству по качеству датчиков работаем довольно таки давно огромное количество скважин происходило вот поэтому мы его указали как бы я про него не говорил что это либо это просто дополнение к нашему комплексу расширенный комплекс ставили это же вопрос был на это про не могу уточнить да за мат мы ответили на ваш вопрос скажите пожалуйста так участники желаем больше активности в чате так я вот хотела лично спросить может быть я не услышала вы приводили пример до сравнивали результаты по индиго и стандартному комплексу условия там какой был газовый фактор если я не услышала возможно так высоко там вообще высоко вязкая нефть была или как здесь ну две скважины они соседние принципе по газу там одинаково на устье там сто шестьдесят тысяч кубов кубометров в сутки но вот по нефти даже в скважине которые мы писали индиго дебет нефти был ниже то есть если в этом примере порядка 160 кубов в сутки дебет нефти был всего 40 кубов в сутки то есть ну видно даже по шумометрии не такие количественные потоки но стреки были явные видите и по термометрии вообще никак не делается хорошо я поняла да спасибо что пояснили этот момент участники если у вас нет вопросов или они появятся позже может быть вы решите пересмотреть данное видео которое будет опубликовано на нашем официальном сайте то если у вас возникнут вопросы вы сможете задать его форм чате ссылку я прикрепила в этом чате вы можете перейти авторизоваться и задавать свои вопросы так вопрос поступил хотят уточнить чувствительность вашего расходомера по расходомеру диапазон измерения у него от 0 5 метров в минуту до 450 диаметром по диаметрам сечения есть на 110 миллиметров это большие корзины ты используется в основном за рубежом это где мы следуем гранитальные стволы там диаметром 178 миллиметров ну и больше вот в россии мы используем диаметр измеряемого сечения 75 миллиметров которые я предоставлял на картинке это как раз для 114 самых популярных хвостовиков в принципе все порог страги 0 5 метров спасибо за ответ спасибо за просмотр и будет